Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Alpha User Points, урок номер 81. В этом уроке мы с вами будем рассматривать розыгрыши, как устраивать розыгрыши, баллов, купонов, какой-то полезной информации, которая будет отправляться на e-mail человеку, участнику розыгрыша, который стал победителем и так далее. Сперва нам нужно активировать правила, чтобы наши розыгрыши вообще работали. Переходим в правила, прокручиваем ниже, ищем правила розыгрыша. Заходим внутрь и также настраиваем его. Самое главное, мы его опубликовываем. В принципе, больше я здесь ничего не делаю. Сохранить и закрыть. Дальше мы кликаем панель управления. И у нас здесь есть такая кнопка розыгрыши. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Давайте кликнем сюда. У нас здесь пока ничего нет. Мы можем здесь создать неограниченное число розыгрышей. Итак, кликаем создать. Описание. То есть это будет название розыгрыша. Оно будет фигурировать. И в статистике, и в модулях специальных. Мы их также сейчас выведем на сайт. Поэтому здесь нужно осмысленное название. Ну, я для примера просто напишу. Просто розыгрыш. Категория. Также можно предварительно создать категорию. Вы это уже знаете, как это делается. Или просто задать, создать в корне. То есть этот розыгрыш будет просто в корне. Это не критичный момент. Здесь можете особо не заострять свое внимание. Регистрация. То есть только для зарегистрированных ли пользователей. Давайте поставим да. Множественная подписка. Если мы поставим множественная подписка. Человек сможет просто кликать. Кликать несколько раз на ссылку. Подписаться, подписаться. На одну и ту же лотерею. И, соответственно, тем самым может победить. То есть вот здесь вот в подсказке написано. Система Alpha User Point, она автоматически определяет, кто победит. Я в уроке активировать не буду. Вы потом без меня сможете потестировать. Баллы для участия. Вот интересный момент. Человек не сможет вступить в розыгрыш, если его баллы ниже, чем вы зададите здесь. Давайте я поставлю, например, один балл. То есть один балл снимется, как только человек подпишется на этот розыгрыш. Списывать баллы за участие. Тогда ставим «Да». Количество победителей можно выбрать. Или один, или два, или три. Поставим пока один. Что может выиграть участник лотереи? Система розыгрышей. Баллы. Ну, это обычные баллы, да? Коду купонов. Если выбираем, то надо будет предварительно создать купон для этих целей. Эмейл со ссылкой на скачивание. Я так понимаю, что победителю отправится письмо на имейл с ссылкой на скачивание какого-то ценного материала. То есть, конечно же, перед этим, перед розыгрышем, вы должны как-то оповестить своих всех пользователей. Например, создать статью, красиво оформить, написать, что, например, какой-то ваш платный, возможно, продукт, какая-то интересная, полезная книга, теперь доступна победителю розыгрышу. И, соответственно, эта книга будет доступна на скачивание и должна прийти на имейл. То есть, это как вариант. И есть вариант только имейл. Мы разберем с вами несколько вариантов, начиная с баллов. Оставляем пока баллы. Дальше у нас идут баллов за первое место, за второе и за третье. Так как я выбрал количество победителей один, поэтому баллов за первое место пускай получит 50. Обязательно нужно указать дату розыгрыша. Вот сегодня у нас 18 октября. Я, в принципе, и ставлю эту дату. Опубликовано, да. Сохранить, закрыть. Теперь смотрим здесь. Описание. Розыгрыш, понятно. Категория, видите, как называется root. Это если мы папку не создали. Регистрация. Галочка говорит о том, что только для зарегистрированных. Баллы для участия. Один балл снимется с пользователя, если у него будет этот балл. Ну, иначе он не сможет принять участие. Это также будет в его статистике оповещаться. Минус один балл. Пока что зарегистрированных в конкурсе ноль. Количество победителей будет один. Система розыгрышей. Награда баллы. И вот, смотрите, дата розыгрыша. Четыре часа до начала у нас осталось. Вот как это время здесь формируется. У вас должна стоять правильная дата. Давайте я вам покажу, где. Если вы забыли или не знаете. Система. Общие настройки. У вас должен быть настроен правильный часовой пояс ваш. То есть, это находится вкладка сервер. И вот часовой пояс. Здесь вы должны выбрать свой правильный часовой пояс. Если вы его выберете правильно, тогда у вас вот здесь вот время в Alpha User Points. В розыгрышах. Оно будет здесь соответствовать. Сейчас у меня это не соответствует, потому что на тестовом сайте я это не настраивал. В общем, зачем эта дата здесь тикает? Розыгрыш не сможет произойти автоматически. Вам обязательно придется нажать. Вот здесь такая ссылочка есть. Провести розыгрыш сейчас. Еще какой момент. Смотрите. Когда вы создаете розыгрыш, вы должны будете оформить в статье Joomla красиво это все описать. За что розыгрыш, какой розыгрыш. Как-то мотивировать. И, конечно же, не хватает здесь таймера. Таймера обратного отсчета. То есть, когда стартует розыгрыш. Чтобы это видели пользователи. Но это не проблема. Вы в статью можете вставить такой таймер. Например, подыскать какой-то либо плагин, либо модуль. Таймеры обратного отсчета. Для Joomla такие есть. Это, конечно, в идеале. Или можете просто написать так же дату. То есть, когда стартует эта лотерея. Конечно же, лотерея должна соответствовать вот этой дате. То есть, не обманывайте своих пользователей, чтобы все было по времени четко. Победители. Вот здесь будут отображаться победители. Один или несколько. Пока нет победителей, будет написано ожидание. Опубликован, понятно, галочка да. И, соответственно, если вы захотите провести вручную раньше времени. То есть, сейчас. Если мы кликнем, у нас с вами ничего не получится. Всплывает такое окно. Время как бы не настало еще. И поэтому, если вы хотите его провести, нам нужно будет зайти в розыгрыш. И просто вот здесь изменить дату. Поставить, например. То есть, у нас сегодня 18 число. Просто изменить время на более меньшее. То есть, ускорить как бы этот процесс. Мы это с вами сделаем чуть позже. Пока мы с вами только создали розыгрыш. Теперь, как его разместить на сайте на самом. Чтобы его видели пользователи. И чтобы они смогли подписаться, желающие, на эту лотерею. Для этого мы с вами переходим. Материалы. Менеджер материалов. Создать материал. Вот как раз таки в этом материале. Вы и создаете все красиво. И здесь располагаете таймер так же. Я напишу так же розыгрыш. Я ничего оформлять не буду. Здесь так все понятно. Здесь я вам просто показываю, как что нужно делать. То есть, вы как это красиво все оформляете. И в самом конце статьи вы ставите некую переменную этого розыгрыша. Вот здесь вот в вашем редакторе должно появиться такая вот кнопочка розыгрыш. Это как раз таки и есть та самая кнопка от Alpha User Point. То есть, мы в любую статью можем добавить один розыгрыш. Кликаем по ссылке. У нас всплывает окно. И тут же наш розыгрыш ID появляется здесь. Как мы его назвали? Мы его здесь выделяем и нажимаем вставить этот розыгрыш. У нас вставляется некая переменная этого розыгрыша. На сайте, конечно, она не будет выглядеть так. Статью оформили. Нажимаем сохранить-закрыть. Давайте перейдем на сайт. Вот у нас появилась статья. Не обязательно заходить внутрь. У нас, в принципе, подробнее разделить или нет. У нас вместо переменной подставляется вот такой текст. Количество подписок в текущем розыгрыше ноль. И, кстати, вот момент, когда закончится вот это вот время. Здесь будет написано, розыгрыш закончен. Вступить в розыгрыш невозможно. Поэтому здесь, конечно же, нужно поставить какой-то таймер. Или просто написать, что осталось там 4 часа, например. Или лучше написать, стартует он наш корпус сегодня ровно в 6 часов. Если вы не хотите заморачиваться с таймером. Так, давайте запишемся. Несколько участников. Вот у меня тестовые есть. Я их запишу сейчас на конкурс. Кнопки мы не видим, потому что мы назначили только для зарегистрированных пользователей этот розыгрыш. Поэтому я авторизуюсь сначала тестовым пользователям. Например, Федор. Я авторизовался. Перехожу на главную. Тут же видим кнопку зарегистрироваться в розыгрыше. Кликаем. У нас здесь показано сразу сообщение. Один балл вычтен из аккаунта. И спасибо, что приняли участие. И вот мы тут же видим, ваша подписка зарегистрирована. Количество подписчиков. Вот здесь это видно. Один человек. Также мы можем пройти в профиль и посмотреть списание. Как раз вот лотерея действия, дата, когда я записался. И вот минус один балл списали меня за то, что я принял участие в лотерее. Такие таковы правила. Один балл мы списываем. Вы помните, что мы можем как бы бесплатно организовать без списания баллов лотерею. Далее давайте зарегистрируем еще двух пользователей тестовых. Выхожу из аккаунта. Так, есть у меня тестовый. Просто захожу. И, кстати, каждому пользователю, который только авторизовывается на сайт после создания лотереи, каждому пользователю будет также в сообщении написано. Здравствуйте, тест. Вы еще не зарегистрировали в нашем розыгрыше. Испытайте удачу. То есть, вот такое мотивирующее сообщение каждый пользователь будет видеть на сайте, когда он входит в аккаунт свой. Зарегистрируем этого пользователя. Также один балл списался, и мы зарегистрировались. Тут также показано, два пользователя участвуют. Нажмем выход. Так, еще один пользователь. Тест 2. Войти. Дальше я перехожу и зарегистрирую третьего пользователя. Также один балл списался. И здесь показаны три пользователя. В Alpha Etherpoint розыгрыш. Здесь видно, мы можем наблюдать, три человека участвуют. То есть, все тут как бы пока идет с вами чередом. Давайте с вами выведем некие модули активности на сайте, которые будут показывать нам и другим пользователям, что вообще происходит на сайте, чтобы все видели и узнали о вашей, например, новой системе баллов на сайте. Перейдем. Менеджер модулей. Нам нужен модуль активность на сайте. Вот этот модуль, вот его название. Заходим сюда. Можно переименовать его как активность. Модуль будет показывать все события и пользователей, которые набрали какие-то баллы за то или иное действие. Выводить. Пускай выводится по три активных пользователя. Состояние опубликовано. Здесь у нас все то же самое. Позиция 7. Ну, также здесь настройки те же, такие же, как и в других модулях, поэтому я здесь особо не заостряю внимание. Show Avatars. Show Icon категории. Также можно показать. Проверяем, что было либо на главной, либо на всех. Сохранить, закрыть. Если обновим страницу, вот сразу здесь видно активность. И сразу видно, видите, показано. Лотерея. Регистрация в лотерее. Три минуты назад. Пользователь такой-то и минус один балл списали. То есть все будут видеть, что происходит на сайте, кто принял участие в лотерее и так далее. Также нам потребуется модуль, чтобы отслеживать, кто из последних участников сайта набрал, например, за сегодня столько-то баллов. Это модуль у нас вот он. Заходим, опубликуем. Позиция 7 на всех страницах. Также сделаем по три участника, чтобы отображал. Show Data, Show Avatar, User Name. Не знаю, как коротко назвать этот модуль. Я написал последние баллы набранные. Здесь можно подумать, как его покороче назвать. Сохранить, закрыть. Также обновим страницу. И вот здесь вот тоже мы можем видеть. Не обязательно набранные баллы. Видите, здесь и минус списания баллов. Также здесь показано. Ну и теперь давайте разыграем розыгрыш. У нас есть участники. И мы с вами сейчас это разыграем. Здесь у нас идет время, поэтому мы сейчас поставим здесь меньше часов. Сохранить, закрыть. Вот розыгрыш. Дата. То есть, видите, три часа назад. То есть уже состоялось. Так, сейчас мы попробуем провести розыгрыш. Пока видно, победителя у нас нет. Провести розыгрыш. Давайте посмотрим, что нам за это дается. 50 баллов должен получить победитель. Я нажимаю провести розыгрыш сейчас. Розыгрыш состоялся. И тут же здесь меняются победители. Колян. И давайте посмотрим, почему победил он. Перейдем на сайт. Обновим страницу. Во-первых, мы посмотрим наши новые модули. Активность. Лотерея розыгрыш. 15 секунд назад. У имени Колян. Логин. Тест 2. Видно, что вот здесь он получил 50 баллов. Здесь также активность. Последние баллы, кто набрал, отображается. Зайдем как тест 2 Колян. Зайдем в профиль. Зайдем в последнюю активность. И видим, что вот здесь написано. Лотерея. 50 баллов. И получено розыгрыш. И здесь также в статье розыгрыша появился такой текст. Подписка завершилась. Вы уже не можете зарегистрироваться в этом розыгрыше. Давайте перейдем в участников. И посмотрим. Вот у нас Колян. То есть, смотрите, победил Колян. Значит, система сама автоматически определила победителя. Вне зависимости от количества баллов. Урок получился достаточно длинным. Надеюсь, для вас он был понятен. В следующем уроке мы продолжим разбирать эту тему. Мы не до конца ее забрали. Мы посмотрим. В следующем уроке рассмотрим другие варианты розыгрыша. Создадим еще один розыгрыш. И посмотрим уже коды купонов, email со ссылкой на скачивание. Если для вас урок был полезным и понятным, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить мои новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomlae, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.